МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Красноярске идет похолодание. Уже этой ночью, по прогнозам гидрометцентра, в городе и его окрестностях выпадет снег. Температура воздуха при этом опустится до минус 4 градусов. А днем 7 мая ожидается не выше 6 градусов тепла. Такая же погода продержится и во вторник ночью. 8 мая синоптики также прогнозируют отрицательные температуры. А День Победы красноярцы встретят под небольшим дождем. Температура воздуха днем прогреется до 9 градусов. Спасатели просят водителей в ближайшие дни быть более аккуратными на дорогах. А тех, кто уже переобул свой автомобиль на летнюю резину, просят воздержаться от поездок. Подробный прогноз погоды на ближайшую неделю уже завтра в новостях ТВК даст специалист гидрометцентра Иван Гордеев. Задержанных после митинга «Он нам не царь» в Красноярске отпустили из отделения полиции. Накануне стражи порядка на акции протеста задержали 45 красноярцев. Такие данные приводит интернет-портал ОВД-Инфо. Там пишут, что все протестующие уже отпущены, однако красноярские полицейские до сих пор не дают официальных комментариев о том, сколько человек были задержаны, на каком основании и сколько административных протоколов составлено. Напомню, накануне акция протеста собрала несколько сотен человек. Противники действующего режима вышли на Красную площадь, даже несмотря на то, что акцию не согласовали красноярские власти. Организаторы пытались получить разрешающие документы на проведение митинга, но им отказали, сославшись на то, что все городские площади заняты мероприятиями «Единой России». В итоге единорозов пришло около десятка человек, тогда как протестующих было в сотни раз больше. И сейчас самые яркие кадры митинга «Он нам не царь» в Красноярске. «Путин нам не царь! Путин нам не царь! Путин нам не царь!» Потому что я не хочу еще шести лет Путина. Я понимаю, что через шесть лет будет гораздо хуже, чем сейчас. Что перспективы особо нет. Не то, что сторонник Навального, я просто сторонник того, чтобы все-таки в стране что-то улучшалось, потому что я смотрю, что ухудшается только положение. И наша внешняя политика привела к тому, что и санкции вводят, и все. Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Еще раз повторяю, вы нарушаете креплющее законодательство! Прошу прекратить! Остановиться! Поделайте! Порцов! 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 Может, у него болезнь какая? Бегом, бегом, бегом! Быстрее, быстрее! Сюда, сюда! На меня! На меня до забора! Идем, 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 идем! Я говорю, почему гражданину, который не нарушает порядок, запрещаете идти? Я могу идти? Дайте пройти. Почему нет? Да давайте я пройду к машине, вообще непонятно, что ли, я замерз. Вы еще толкаться, что ли, будете? Он там в 30 раз больше, чем вас. Я вот плачу, потому что я понимаю, как страна катится, просто непонятно куда. И вот то, что сейчас происходит, это просто мы возвращаемся непонятно куда. И что дальше будет, я не знаю. Мы убили все государства. Мы убили все государства. Я не знаю, вот спросите у сотрудника. Он, кстати, должен представиться и объяснить, за что задерживают. Но он этого не сделал. Я ничего не делал. Я абсолютно ничего не делал. Ну что меня задерживают? За что? Меня задерживают. Ну прикольно. Я доспрашивался дядю. Дядя сказал, вот этого забирайте. Почти 1600 задержанных в 27 городах России. Таковы итоги митинга «Он нам не царь», который накануне прокатился по всей стране. По мнению митингующих, особенность этого протеста – это то, что задержания не были вежливыми. Мирно протестующих грубо хватали за руки и за ноги. Полицейские задерживали стариков, женщин и даже детей применяли дубинки. За акциями протеста по всей стране следила моя коллега Виктория Столярова. Россия без Путина! Россия без Путина! Выпускай! 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 С тобой сзаря! С тобой сзаря! С тобой сзаря! 5 мая 2018-го для российской оппозиции – особенный день. Протестные настроения объединили жителей по всей стране. Буквально накануне инаугурации президента люди, недовольные нынешним политическим строем, вышли на площади в 90 городах России. Скандировать антиправительственные лозунги первыми начали в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Хабаровске. К слову, в двух последних городах акции протеста были согласованы. Видимо, поэтому и обошлись без происшествий. Да здравствуй, Россия! Без жуликов, воров и зажившихся олигархов! Спасибо! Митинговать там в среднем вышли 400-500 человек. Все прошло спокойно, чего не скажешь о других городах, где протестные акции были несогласованными. Сюрпризом для всех стал митинг в Якутске. Несколько тысяч человек там вышли на улицы. Задержанными оказались 75 протестующих. Эстафету протеста, а потом и задержание приняли Барнаул – 10 человек, Кемерово – 2, Новокузнец – 22, Краснояр – 45 человек доставлены в отделение полиции. А в Саратове на акции протеста силовики задержали ребенка – 12-летнего мальчика. Полицейский увели в машину после его выступления против местного губернатора. У меня вопрос, за 100 раз, да, ему грустили? Удостоверение, приз, за самые лучшие дороги в Саратовском области. Потому что вчера я делал, кто ехал по этим дорогам, и я из-за этого действительно пострадал. Массовыми задержаниями закончилась акция протеста в Санкт-Петербурге. 229 человек правоохранители увезли в отделение полиции. Протестующих хватали за руки и за ноги, применяли дымовые шашки и даже дубинки. Не были вежливыми, как в преддверии выборов и задержания в Москве. Более полутора тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь, хотя власти изначально разрешили шествие оппозиционеров на проспекте Сахарова. Однако митингующих это не устроило. Отказ от предложения мэрии автоматически сделал митинг незаконным. В итоге 709 человек задержаны силовиками. Среди них и оппозиционер Алексей Навальный. В автозак под общие крики «позор» его унесли сразу, как он появился на площади. В УВД Тверского района Москвы оказался еще один протестующий, фотографии которого уже облетели все социальные сети. Еноту Чарли вместе с хозяином, уличным артистом, также пришлось провести несколько часов в участке. Держали оппозиционера из мира животных недолго. После этого его хозяин увез животное на одноколесном велосипеде подальше от полиции. Всего же по итогам вчерашнего пикета в 27 городах России задержанными оказались 1597 человек. Виктория Столярова, Новости ТВК. Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края читался о доходах. За 2017 год Александр Усс заработал 221 миллион 631 тысячи рублей. При этом почти 193 миллиона он получил по наследству. Трудовые доходы временно исполняющего обязанности губернатора края составили 25 миллионов 600 тысяч рублей. Отмечу эту сумму на 1 миллион больше, чем в 2016 году. В собственности у Александра Усса находятся 2 автомобиля Land Rover и Range Rover, еще 4 земельных участка общей площадью 225 тысяч квадратных метров, жилой дом площадью 324 квадратных метра и 4 дачных домика. Супруге временно исполняющего обязанности главы региона удалось заработать вдвое больше мужа. Доход Людмилы Ус оценивается в 52 миллиона 527 тысяч рублей. При этом супруга в рио губернатора задекларировала еще 3 земельных участка, жилой дом 1074 квадратных метра, 3 квартиры, гараж-бокс, 2 машиноместа, 4 нежилых помещения и баню. А в ее автопарке находятся 3 машины премиум-класса, моторная лодка и прицеп. Смотрите после рекламы. Пострадали минимум 250 домов. Турханский район переживает серьезный поводок. Это не дорогое издевательство. Дачники жалуются на разбитые трассы к садовым обществам. Этой новости ТВК мы продолжаем. Почти 250 домов в Красноярском крае пострадали от паводков в Турханском районе. Сегодня утром затопило села Ворогово, Индыгин и Сантакчез. Всего в этих населенных пунктах проживает больше тысячи человек. По словам очевидцев, вода начала пребывать стремительно и все затопило буквально за несколько часов. В 6 утра Несей пошел еще вчера вечером. Шел вроде как нормально. Пошел шарами там какими-то. А вот топить уже утром начало. Потом дизель-электростанция, видимо, в связи с замыканием заглохо, соответственно, сломалась. Или что там. Поэтому нет сейчас связи никакой совсем с ними. Связаться с пострадавшими до сих пор не получается. У многих от потопа пострадал скот. Людям приходится спасать технику и животных своими силами. Тех же, кому спастись самостоятельно не удалось, спасатели эвакуируют на двух вертолетах и трех лодках. Уже больше 200 человек перевезли в соседний поселок Борм. По словам спасателей, потопление произошло из-за ледяного затора на реке Иртыш. Сейчас уже подготовлен пункт временного размещения людей. 40 спасателей и 8 единиц техники продолжают дежурить на месте бедствия. Будущую развязку с Николаевского моста показали с высоты птичьего полета. В краевом управлении дорог сняли видеоролик, на котором видно, как продвигается строительство объекта. Судя по кадрам, в самом разгаре сейчас работа по соединению моста и улицы Волочаевской. Напомню, к строительству подрядчик приступил в декабре 2016 года. Цена контракта составила больше 3 миллиардов рублей. Согласно договору, сдать развязку должны 31 декабря этого года. При этом закончить работы нужно на месяц раньше. Однако пользователи в комментариях к ролику высказывают беспокойство, что рабочие не успеют сдать этот объект в срок. Напомню, новости ТВК неоднократно рассказывали, что в ходе строительства возникали проблемы со сносом частного сектора. Из-за этого работы затягивались. В итоге больше 30 домов было решено не сносить. Они останутся у обочины улицы Волочаевской. Век 21-й, а дороги хуже, чем в 19-м. Владельцы пригородных СНТ жалуются, что проехать к своим огородам они практически сейчас не могут. Денис Козлов побывал на месте и выяснил, кто отвечает за эти буераки. Рога ужас, просто кошмар. Все днище осталось там на буграх. И это буквально в паре километров от Красноярска. Проехать на обычном легковом авто, не зацепив при этом какой-либо часть автомобиля, просто нереально. Приходится буквально лавировать между кочками и горами грязи. Выручить может только внедорожник, но высокий клиренс нужен не только здесь. Там, где кончается одна проблема, начинается другая. После грязи дорога засыпана гигантским скальником. Причем размеры некоторых булыжников достигают, ну не знаю, чуть ли не страусиного яйца. И вот таким вот камешком можно легко либо колесо порезать, либо и днище пробить. Ну ужас, как бы машина убивается, ездить невозможно. И так несколько километров. То грязь, то булыжники. Одна единственная дорога ведет сразу к пяти садовым товариществам. Пока доедешь до СНТ-ветеран, только в нем, к слову, почти семь сотен участков, можно и сотрясение мозга легкое получить. Как вашему коту дороги? Замечательно. Видишь, уши отлетели. У него глаза поблюдечко. Валентина Степановна участок здесь с 80-х. Такого не припомню. Для нее главная проблема теперь уехать домой с любимого огорода. Отсюда меня привезла внучка на машине. Ну, очень плохо ехала и сказала, я по такой дороге больше не поеду. И вот теперь мне отсюда придется ехать на электричке, до которой идти мне, ой-ой-ой, сколько нужно. Часа полтора с моими ногами. За дорогой следит Емельяновская ДРСУ, говорят правления СНТ. Но качество ремонта специалисты не проверяли, похоже, уже давно. То есть они должны разровнять, должны отсыпать более мелкой галькой сверху. И сыпят они частями, а как бы дорогу уже если делать, то ее делать надо полностью. Ну, а вот на эти жалобы про то, что, собственно, ремонт такой, ну, не особо-то кудышный, а что они отвечают вообще? Делаем. Мы попытались сегодня дозвониться до ДРСУ, правда, комментарий получить так и не удалось. Главы СНТ теперь планируют жаловаться уже в краевое управление дорог. Ну, а ездить дачникам, у кого авто пониже, придется разве что на электричке. Правда, буквально на днях выяснили наши коллеги, втиснуться туда получается с трудом. Вот такой замкнутый круг выходит у любителей садоводства. Денис Козлов, Михаил Зинкевич, новости ТВК. Смотрите после рекламы. Праздник будет в августе, ради него перекроют проспект Мира, как Красноярск будет отмечать свои 390 лет. И новая серия проекта кинохроники Красноярья, успехи сельского хозяйства в 60-х и строительство дороги к Девногорской ГЭС. Вы смотрите новости ТВК, мы продолжаем эфир. 24 года уже завтра телекомпания ТВК празднует свой день рождения. 7 мая 1994 года в 8 часов вечера вышел первый информационный выпуск новостей. Тогда программа называлась «24 часа». Ее ведущими стали Марина Добровольская и Алексей Клешко. На протяжении 24 лет мы рассказывали вам о самых главных событиях города, края и страны. По случаю дня рождения телекомпании мы дарим зрителям 24 квадратных метра или новый iPad. Чтобы получить подарок, вам необходимо зайти на наш сайт tvk6.ru и заполнить там специальную анкету. Второе условие – необходимо внимательно смотреть новости ТВК в 20.00 и 23.00. А также программу «Новое утро». Самый внимательный телезритель получит планшет или 24 квадратных метра в микрорайоне Слобода весны. Конкурс мы проводим совместно с компанией «Сиба Агропромстрой». Розыгрыш iPad'ов начнется уже 14 мая, а 24 числа вы сможете стать обладателем сертификата на жилплощадь. Городские власти определились с программой празднования Дня города. В этом году у Красноярска юбилей 390 лет. В честь этого 25 августа пройдут праздничные мероприятия. Варианты проведения этого праздника предлагали сами красноярцы. Лучшие из них выбирали по итогам интернет-голосования. Победила Анна Еленкина, которая предложила концепцию с названием «Город – это мы». По ее словам, основной идеей стал рассказ о красноярцах, которые по собственной инициативе развивают наш город. За свою концепцию девушка теперь получит приз 50 тысяч рублей. По ее задумке, центром народных гуляний станет проспект «Миром». Специально для праздника его на один день сделают пешеходным. Вдоль всего проспекта будут работать специальные локации. Например, под открытым небом поставят игровые площадки, будут проходить развлекательные квесты и испытания. Также организаторы обещают комнату виртуальной реальности и комнату страха. Помимо этого, вечером пройдет концерт популярного рэп-исполнителя Басты. Завершится день города традиционным фейерверком. Сейчас к новостям спорта. Сегодня в Манеже футбол-арены Енисея прошла финальная игра по киберфутболу. 16 болельщиков, которые прошли отборочные этапы, 4 профессиональных игрока красноярской футбольной команды, вышли на поле. Правда, поле это виртуальное. В компьютерной игре каждый участник представлял сборную какой-либо страны. Малые люди прошли групповой этап соревнований, а в финале встретились только два любителя киберспорта. Организаторы говорят, играют участники по известной серии FIFA 18. А профессиональные футболисты признали, что играть на виртуальном поле им значительно сложнее, чем на реальном. Играл за Бельгию, не вышел из группы. Вот так получилось. Здесь, видимо, очень хорошо играют ребята. Вот так это очень позитивное такое мероприятие и для болельщиков, и вообще для игроков. Оштрафовали за езду по встречной. Хоккеиста Александра Семина привлекли к административной ответственности. Напомню, в начале апреля спортсмен выехал на встречную полосу на проспекте Свободный, недалеко от СФУ. Дорогу его автомобилю перегородил один из водителей. Разбираться сначала вышел отец хоккеиста, а затем и сам Семин. После разбирательств машина все-таки возвращается в свою полосу. Правда, отец спортсмена перед этим пнул автопреграду. Как сообщили в ГИБДД, после дорожного скандала хоккеист сам пришел с повинной и даже извинился в соцсетях за нарушением. Сейчас ему выписали штраф 5000 рублей. Наш выпуск продолжит проект Натальи Кетчиной «Кинохроники. Красноярье». Это сегодня о том, чем жил наш край в 1961 году. Успехи в сельском хозяйстве и строительство дороги до Девногорской ГЭС. В Минусинских садах проходит практику студенты Новосибирского сельскохозяйственного института. Саша Бабушкин закончил четвертый курс плодоовощного факультета. Его интересует опыление новых сортов морозоустойчивых яблонь, которые выведены здесь, на Минусинской опытной станции. А редкий случай, когда в нашем проекте мы можем констатировать, Минусинская опытная станция, созданная в 911 году, существует и сейчас. И за более чем 100-летнюю историю ее ученые-агрономы вывели более 80 сортов плодовых и ягодных культур, адаптированных для Сибири, в том числе вишни, сливы, абрикосы, ну и более всего, конечно, яблоки. Теперь Саша Бабушкин может сказать, мы не только учились в Минусинских садах. Там, где прикоснулись наши руки, осенью вырастут чудесные плоды. Строительство Красноярской ГЭС началось в 1956 году и почти сразу же стал вопрос о бетонной дороге из Красноярска в Деногорск. Дороги, способные выдержать огромный поток грузов, необходимых для строительства первой гидроэлектростанции на Несее. И хоть расстояние между городами всего-то 38 километров, прокладывать ее было весьма непросто. С серпантина местами очень крутые подъемы и спуски. Петр Ковбаса – мастер своего дела. Новая техника, на которой он работает, поможет быстрее проложить автостраду к створу будущей плотины. Теперь не нужно напрягать мускулы. Все работы выполняют машины. Только обращаться с ними надо умело. Так, как Геннадий Гусаков – один из передовиков стройки. На юге. В совхозе «Россия» подросли хорошие поросята. В те годы, построенный на целинных землях Акасии, совхоз «Россия» был процветающим, и его труженики нередко попадали в кинохронику тех лет. Старший свинарь, передовик Михаил Бойко, в 61-м году написал даже книгу «Как мы выращиваем поросят», которая теперь хранится в Ленинской библиотеке. Прежде чем передать 2200 своих питомцев в откормочную группу, Михаил Иванович Бойко, знатный свинарь Хакасии, проводит их взвешивание. Наталья Кичина, новости ТВК. Проект создан при поддержке Енисей Кино. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова